Обонятельные и вкусовые ощущения при дегустации. Обоняние это чрезвычайно тонкое чувство. Человек без труда различает и запоминает до 1000 запахов. А опытный специалист способен различить от 10 000 до 17 000 видов запаха. Наряду с понятием запаха используют термины аромат для обозначения приятного запаха и букет для характеристики сложного аромата, развивающегося в результате ферментативных и химических процессов. Например, при выдержке вин, коньяков или при созревании сыров, рыбных консервов, типов шпроты, сардины, при ферментации, чая, обжарке, зюрин, кофе и т.д. Орган обоняния находится в носовой полости. Обонятельная эпителия располагается на площади 3-5 куб. см. Имеет желтый цвет благодаря присутствию зернышек красящего вещества в особо чувствительных клетках, расположенных в слизистой оболочке верхней части перегородки, свода носа и других его частей. Обонятельные эпители, расположенные в верхней части носовой полости, находятся в прямой связи с ротовой полостью. Молекулы летучих ароматизирующих веществ, находящихся в ростовой полости, легко попадают через носоглотку в носовую полость. Разновидность обоняния возникает при возбуждении тройничного нерва, имеющего множество окончаний в носовой полости. Нервы, глотки, языка, блуждающий нерв в гортане и другие нервы, плохо возбуждаются при воздействии ароматизирующих веществ. Вот на этом слайде видны органы обоняния носа. За последние 100 лет выявлено около 30 различных гипотез запаха, однако до сих пор нет научно доказанной теории. Более широко известны стереохимическая и мембранная гипотезы. Последнее объясняет возникновение запаха проницаемостью клеточной мембраны молекулами летучего вещества, но не обосновывает широкого диапазона воспринимаемых обонятельных ощущений. Наряду с неразрешенными трудностями в теоретическом столковании механизма восприятия запахов, органам обоняния остается нерешенная проблема классификации запахов. Предложено несколько групп систем классификации, подразделяющих запахи на 7, 9, 10 и 11 групп, которые в сочетании создают существующие оттенки. Обонятельные ощущения помогают человеку сориентироваться в окружающей среде. Они сигнализируют о наличии и местонахождении обладающим запахом предметов, а также об их значении для человека. Приятные запахи привлекают, неприятные отталкивают нас от соответствующих предметов. Наиболее распространение получила разработанная Амуром в 1962 году классификация, которая выделяет 7 основных или первичных запахов. Камфорный, мускусный, цветочный, мятный, эфирный, острый, гнилостный. Обонятельные ощущения отличаются большей ясностью и дифференцированностью. Человек может различить огромное количество запахов, которые, однако, трудно объединить в какие-либо группы по общим сходным признакам. Центральный отдел обонятельного анализатора находится в области основания мозга. Вкусовые ощущения. Это один из видов тоже органолитических методов определения качества продукта. Восприятие запаха неразрывно связано с ощущением вкуса. В аналитической терминологии выделяют 4 основных вида вкуса. Это первый соленый, ощущение при котором является типичным вкусовым стимулом. Далее сладкий, ощущение для которого типичным вкусом стимулом является водный раствор сахарозы. Горький вкус, ощущение для которого типичными вкусовыми стимулами являются водные растворы кофеина, хинина и других алкалоидов. Кислые ощущения при котором типичными вкусами являются водные растворы вины, лимонные и ряда других кислот. Остальные виды и оттенки вкусовых качеств представляют собой сложные ощущения этих вкусов. Термин стимул рекомендуется использовать для обозначения вещества или электрофизического воздействия, которые вызывают вкусовые ощущения при взаимодействии с хеморецепторами. В последнее время к 4 типам вкуса добавляются еще и щелочной и вяжущий. Вкусовые ощущения воспринимаются с различной скоростью. Наиболее быстро возникает ощущение соленого вкуса, затем сладкого, кислого и значительно медленно горького. Это объясняется неравномерным расположением вкусовых рецепторов. Наружная воспринимающая часть органа человека представлена вкусовыми луковицами, которые находятся в так называемых сосочках, почках языка. Отдельные луковицы разбросаны также в слизистой оболочке мягкого нюба, задней части надгортаника, а также на боковых стенках гортани. Общее количество вкусовых луковиц может достигать до нескольких тысяч. Вкусовые рецепторы подвержены быстрому отмиранию и новообразованию. С возрастом количество вкусовых луковиц может уменьшиться в 2-3 раза, что приводит к сильному снижению вкусовых ощущений. Рецепторы вкуса на языке имеют ярко выраженную специфичность. На самом кончике языка и по краям расположены крупные грибовидные сосочки, которые играют очень большую роль. В каждом из них находится по 8-10 луковиц. Сладкий вкус воспринимается кончиком языка, соленым краями, кислым в задней части языка. У основания языка находятся желудковидные сосочки, в котором находятся от 100 до 150 вкусовых луковиц, которые воспринимают горький вкус. Химическим рецептором на языке служит белок. При погружении языка в раствор ощущения возникают недостаточно ярко. При этом возникают ощущения осязания, иногда холода. Восприятие вкуса происходит лучше при соприкосновении языка со стенками сосуда. А прожевание языка к небу облегчает прониктовение пробуемого раствора в поры курсовых сосочков. Общепризнанной теории вкуса нет, так как механизм функционирования клеток органа недостаточно изучен. Существующие гипотезы основаны на физико-химических, химических и ферментативных предпосылках. Установлена некоторая зависимость между химической природой вкусового вещества и вызываемым им ощущением вкуса. Но вещества различного строения могут иметь одинаковый вкус и наоборот вещества одинаковой химической природы могут обладать различным вкусом. Сладкими ощущаются не только сахара, но и многие аминокислоты и сахарин. Из растительного сахара можно выделить сахарин. Из растительного сырья выделен белок туаматин, который имеет молекулярную массу 22000 и состоит из остатков 207 аминокислот и 7000 по вкусовым качествам на 7000 раз слаще сахарозы. В соответствии с профилем дегустатора можно наблюдать повышенную чувствительность к определенным химическим веществам. Известны случаи, когда лаборант, выполняющий химический анализ массовой доли соли в пищевом продукте, со временем мог сенсорно определить соленость продукта. Аналогичные случаи известны и в ликероводочном производстве, когда дегустатор благодаря сенсибилизации анализаторов вкуса и обоняния с высокой точности определяет содержание алкоголя в напитках. В парфюмерной промышленности дегустаторы могут избирательно быть чувствительными к определенным запахам. В некоторых исследованиях установлены уровни вкусовой чувствительности с социальным статусом и культурным уровнем исследуемых дегустаторов. Индивидуальные различия порогов чувствительности у людей существенны. Для обоняния от 1000 к 1, для органов вкуса 64 к 1. Небольшая часть населения совершенно лишена чувствительности к вкусу или запаху. Ученые предполагают, что поведение дегустатора можно предугадать, исходя из типа телосложения. Отмечено, что дегустаторы с тонким и хрупким строением тела имеют вдвое больше вкусовых антипатий, чем полные или призимистые люди. Отсутствие вкусовой чувствительности называется агевзией. Пониженная вкусовая чувствительность, как всем подобным веществам, называется гипозивией. А необычно высокая чувствительность гипервивзией. Извращенная способность ощущать вкус, несвойственная данному веществу или группе, обозначают термином парагевзия.